Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря, в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2, телефоны 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Слабаков. Квадроциклы на старте. А сейчас обо всем подробнее. В администрации города назначен новый начальник управления торговлей и потребительского рынка Сергей Усков. Сегодня он делится планами на первостепенные задачи управления в борьбе с несанкционированной торговлей. Сейчас мы готовим методические рекомендации для тех, кто будет вовлечен в работу по пресечению нелегальной торговли. Этой деятельностью будет заниматься не только управление торговлей, потому что тем расчетом сил и средств охватить территорию муниципального образования будет проблематично. В эту работу будут вовлечены специалисты сельских округов. В связи с этим мы как раз готовим эти методические рекомендации, определяем территории, за которыми будут закреплены персонально-должностные лица и будут нести персональную ответственность за состояние на указанной территории, соблюдение требований потребительского законодательства и пресечение нелегальной торговли. Мы здесь создадим условия, при которых недобросовестная конкуренция на территории муниципального образования будет невыгодна хозяйствующим субъектам. То есть на территории города, как и в других муниципальных образованиях и субъектах федерации, должно соблюдаться требование потребительского законодательства. И управление торговлей за этим будет строго следить. Судьба детей в руках взрослых. О профилактике подростковой преступности на Кубани говорили участники заседания Краевой комиссии по делам несовершеннолетних. Главным вопросом повестки дня стало состояние преступности среди несовершеннолетних. В минувшем году этот показатель на Кубани снизился на 6,7%. Однако это не повод расслабляться и снижать темпы профилактической работы. В некоторых муниципалитетах ее, напротив, необходимо усилить. В качестве примера хорошей организации рейдовой деятельности по исполнению так называемого детского закона была названа Анапа, где только за минувший год выявлено 800 подростков, находящихся в ночное время без сопровождения взрослых. Все участники Краевой комиссии по делам несовершеннолетних были единодушны в том, что работа с подростками, особенно сложными, будет эффективна лишь при межведомственном взаимодействии всех структур – полиции, соцзащиты, управлении по спорту и молодежи и так далее. Причем проводить ее надо ежедневно, тогда и эффект будет гораздо сильнее. Детскому закону, который начинал свое движение именно в Анапе, можно смело сказать спасибо. Ежедневные рейды по городу, а рейдовых групп, постоянно действующих на наших улицах 13, показывают, что несовершеннолетних подростков, гуляющих после 22 часов вечера, в городе очень мало. Во время рейда патрулирующие посещают семьи, которые состоят на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних, проводят воспитательные беседы, проверяют жилищно-бытовые условия жизни несовершеннолетних детей. Подросток, которого встретили в этот вечер в неурочный час, пришел в кафе с родителями. Ну а вообще, если патруль фиксирует нарушения, на родителей несовершеннолетних детей составляют протоколы об административном правонарушении. Детей передают родителям под расписку. Мощный проект по масштабам строительства и объему финансирования реализуется в Анапе. Строительство напорного канализационного коллектора протяженностью 11 километров уже началось. На Пионерском проспекте давным-давно устарели канализационные стоки. Построенные 40 лет назад насосные станции здесь давно не справляются с нагрузками. Санатории, расположенные по проспекту и расстроившиеся за последние годы Витязева, теперь с облегчением вздохнут. Строительство напорно-канализационного коллектора от санатория «Жемчужина России» до центральной насосной станции на Северной – это гигантский социальный проект. Он включен даже в федеральную целевую программу развития туризма. Это лишний раз подтверждает понимание на всех уровнях значения такого объекта в городском хозяйстве курорта. Сама наша компания, город Санкт-Петербург, чтобы не портить вашу красоту, применяется метод бурения направленного. Метод горизонтального наклонного бурения как способ бестроншейной прокладки коммуникаций пощадит зеленые насаждения, которыми славится наш проспект. Годовщину возвращения полуострова Крым отмечают сегодня и во всех вузах и школах Кубани. В учебных заведениях проходят классные часы и научные конференции. Торжественный гимн страны открыл необычный урок. Секубанский урок «Крым и Россия. Мы вместе» педагоги средней школы номер 7 провели в историческом ключе. С древней эпохи и до современности проследили развитие Крымского полуострова. Конечно же, хотелось показать детям, насколько наш народ миролюбив, насколько наш народ хочет мира, добра, проявить тепло к тому народу, который долгое время жил, не на своей родине. Обсуждали, насколько глубока история российского государства, вспомнили все войны с участием Крыма. Школьники слушали с интересом, делились своими мыслями. Нам рассказывали о присоединении Крыма к России, о распаде СССР, о том, как отделялись республики от СССР. Ребятам было интересно обсудить события, происходившие рядом с ними. 9 мая в этой семье продолжает оставаться главным праздником года, несмотря на то, что те, кто положил начало традиции, ушли из жизни. В памяти отца и мамы, ветеранов войны и трудового фронта, свято чтут дети, внуки и правнуки. С дочерью ветерана встретился наш корреспондент. Лидия Тимофеевна Жулий с трепетом перебирает фотографии военных лет. Ее отец Тимофей Акимович Кочерга был призван на службу за два года до начала Второй мировой в морскую пехоту Черноморского флота. Оборона Севастополя, Северного Кавказа, освобождение Праги, взятие Берлина – вот славный путь в составе войск Советской армии старшего лейтенанта Кочерги. За это есть благодарности Сталина и многочисленные награды. Каждый год День Победы он встречал в Севастополе, где получил первую медаль за отвагу и был ранен. После войны, кстати, на встрече он нашел эту медсестру, которая его вытащила оттуда, оказала ему помощь, и которая помогла ему на этот корабль. Он, как говорил, если бы не эта Галя, я бы, наверное, ну это последний шел и шел он уже оттуда сюда, в Новороссийск, я бы, может, в живых и не был. С будущей женой Евдокии Калиничной Тимофей Акимович познакомился в Новороссийске в госпитале. Всю войну переписывались, а после Победы поженились. Евдокия Калинична была боевой под стать мужу. В 1946 году получила первую награду – медаль за доблестный труд в годы войны. Она была трактористкой до войны и после войны. Жили в Анапской, и, значит, был трактор у нее. А Плух, ну вы знаете, трактор отдельный, а Плух отдельный шел. Вот, и на Плугу работал помощник, короче, тракториста. Был Иван, вот я его вспоминаю, Иван, глухонемой мужчина был. Вот, и это самое, пашут землю они, и вдруг вырывается эта мина, большая мина. Он бросает, забегает к маме туда вперед и машет ей руками. Ты не можешь же сказать, мама быстро, это самое, он ее за руку выдерывает. И взрывается эта мина, короче, трактор не пострадал, а сам вот этот прицеп пострадал. В 60-е годы Евдокию Калиничну на ВДНХ СССР наградили как лучшего садовода Советского Союза, а в 70-е двумя орденами трудовой славы. Супруги воспитали двоих дочерей. О подвиге дедушки и бабушки знают трое внуков и понемногу усваивает правдивую историю той войны правнук. Лидия Тимофеевна, младшая дочь ветеранов, стала хранительницей домашнего архива. Ею тоже гордились родители. Врач с 40-летним стажем, активистка, руководитель ТОС номер 29 в Анапе. Родители для меня это гордость. Во-первых, то, что отец воевал. Во-вторых, то, что мама в мирное время смогла, как говорится, достичь таких успехов. Она жертвовала, как говорится, положением семьи, своим личным временем. Но она старалась, она туда, как говорится, за большие урожаи ей присвоили вот такие заслуги. И в продолжение темы. Сегодня в Анапе стартовал первый организованный квадропробег Анапа-Симферополь. Он посвящен 70-летию Победы. В четырехдневное путешествие по морскому побережью и местам воинской славы на квадроциклах отправились участники клуба «СФ Мото» и АТВ «Анапа-Клуб». Колонна посетит Атамань, а также города Республики Крым. Так любители активного отдыха из Москвы, Санкт-Петербурга и Анапы открыли квадросезон. Для Анапского клуба это первый массовый выезд. Будем останавливаться в интересных местах, чтобы люди не сидели на диванах и перестали в одноклассниках сидеть, чтобы больше было жизни. Хватит сидеть, давайте путешествовать. Подробнее, как прошел автопробег, телекомпания «Анапа-Регион» расскажет по окончанию акции. В год литературы будет назван и самый активный читатель. Эта работа уже ведется в детско-юношеской библиотеке. Хотя самого активного читателя здесь уже знают много лет. Подробности в сюжете Ринаты Кадыровой. Прочувствовать особую атмосферу библиотеки можно, если ходить туда долго и часто, утверждает Татьяна Шуваева. Она давно в библиотеке как своя, ведь уже 40 лет является ее главным читателем. Работники библиотеки утверждают, на ее полках 50 тысяч книг. И больше половины ею уже прочитаны. Вот вы спросили, много ли я тут прочитала. Вот я иногда смотрю на людей и завидую им, что у них еще все впереди. А я уже это читала, это читала. Старший техник-метеоролог Татьяна Шуваева следит за погодой 24 часа в сутки. А в свободное время заходит в библиотеку не только за книжкой, но и поучаствует во всех викторинах и мастер-классах. Сегодняшняя библиотека для меня – это как клуб общения. Тут приходят люди, с ними можно вот с читателями поговорить, какую-то книжку обсудить, посоветовать что-то. В библиотеке проводятся занятия и для юных читателей, на которых герои книг оживают, а далекие события становятся близкими и понятными. Здесь много интересных книг. Можно читать приключения, энциклопедии. Книга для меня – это большие меры сказочных существ, приключений, каких-то неожиданных поворотов. Мне нравится, что тут хорошие книги, умные, и они мне помогают в знаниях. На ежегодном фестивале чтения будут награждены самые активные читатели библиотеки. Библионочь пройдет с 24 на 25 апреля и станет центральным событием года литературы. В команде только девушки. Открытое первенство города-курорта Анапы по хоккею на траве состоялось в селе Суко. В соревнованиях приняли участие пять команд из Крымска, Станицы Раевской, Красноармейского района и Анапы. Юные хоккеистки только начинают покорять свои первые вершины. Анапу на стадионе представляли две команды – спортивная школа номер 4 и номер 10. При активной помощи Минспорта России, Минспорта Кубани, хоккей на траве получит свое дальнейшее развитие. Появятся новые спортивные арены и те успехи, которые были у команды «Хоккей на траве смена», будут достигнуты и приумножены. За команду спортивной школы номер 4 выступали только начинающие спортсменки, которые тренируются первый год у тренера-преподавателя Марины Вилковой. По итогам состязаний девочки заняли четвертое место. Хоккеистки 10-й спортшколы обыграли все команды с разгромным счетом, потому взяли золото первенства. По результатам соревнований составят сборную города, которая через месяц выступит на первенство Краснодарского края. И это все новости на сегодня. Далее Наталья Змызгова расскажет о погоде на завтра. Здравствуйте! В студии Наталья Змызгова в эфире прогноз погоды. Весна преподносит нам немало сюрпризов. Мартовская погода непредсказуема и обманчива. По народному поверью, в марте мороз скрипуч, но не живуч. Недавно выпавший снег растаял, в четверг осадков не ожидается. Будет облачно с прояснением. В дневные часы воздух прогреется до 11 градусов выше нуля. Уже явно ощущается пробуждение природы. Первые нежные листья на деревьях, первые цветы. Весной настроение меняется. Пусть ваше настроение будет неизменно хорошим, независимо от погоды за окном. Партнер программы – производственное предприятие «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте и в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова